Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы начинаем цикл бесед по книге Бытия по тексту Геннадьевской Библии 1499 года. Перевод этого текста осуществлен на русский язык издательством Актион. И мы читаем начало Библии, которое имеет надписание в Геннадьевской Библии фолиолога книга Бытийская, в которой из кони сотворил Бог небо и землю и прочее, она же и в конце имеет сын Адамов, сын Божий. Такие надписания в древнеславянских книгах обычно делались красным, торжественным, праздничным надписанием. Далее идет сам библейский текст. Мы прочитаем, как это звучит в Геннадьевской Библии на старославянском, а потом будем пользоваться уже только русским переводом Геннадьевской Библии. Искони, сотвори, Бог, небо и землю. Земля же бе невидима и неукрашена, и тьма вверху бездны, и дух Божий, но шашися вверху воды, и рече Бог, да будет свет, и бысть свет. И види Бог свет, яко добро, и разлучи Бог между светом и межи тьмою. И на этой иллюстрации вы видите Христа, который творит мир по воле Отца, ибо Бог Отец творит мир своим словом, логосом, то есть Сыном, действием Духа Святаго. И русский перевод. Итак, славянская Библия начинается словами «искони», то есть «в начале», то есть «прежде всего», «сотвори, Бог, небо и землю». Но какое же начало имеется в виду? Учитель церкви Ориген в своих гамильях на книгу «Бытия» пишет, «Что есть начало всего, если не Господь наш и Спаситель всех, Иисус Христос, рожденный прежде всякой твари?» Итак, в этом начале, то есть в Своем Слове, сотворил Бог небо и землю. Также евангелист Иоанн говорит в первых стихах своего Евангелия, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть». Кстати, в старославянской традиции, когда приводили цитаты из Оригена, то делали надписание «Аше еще не бысть еретик». То есть принимали его истолкование с оговоркой, что он это произнес, когда еще не был еретиком. Вот такое забавное явление. Августин Блаженный в трактате о буквальном смысле книги «Бытия» пишет, «Именем неба и земли названа та самая на первых порах бесформенная мировая материя, которая неизреченным образом по повелению Бога размещена затем в настоящее с определенным видом и формой природы. То были небо и земля в беспорядочном и смешанном виде, в состояние, удобном к восприятию форм от Бога художника». И апостол Павел в своих посланиях пишет, «Мы познаем Бога невидимого через рассматривание творений видимых». Это его послание к римлянам. «Итак, из кони сотворил Бог небо и землю». Златоуст обращает внимание на эти слова. Златоуст говорит, «Обычный строитель строит сначала что-то на земле, фундамент, потом поднимает сооружение все выше и выше к небу. Наш строитель божественный творит сначала крышу, кровлю, а потом все остальное. Чудесно Бог творит мир». «Из кони сотворил Бог небо и землю, земля же была невидима и неукрашена, и тьма над бездной». То есть мир сначала пребывает в неком хаотическом состоянии. Мир творится словом Божиим Христом, «И Дух Божий, то есть Дух Святой, Дух Святый, носился над водою и сказал Бог, да будет свет». Что значит «эсказал Бог»? «Сказал Логосом Словом Сыном Своим, да будет свет» и стал свет. «Слово Бога обладает творческой силой. Слово человека не такое, к нему могут прислушиваться, а могут и нет. А если Бог сказал, то исполнилось. Сказал и совершилось». И когда Господь говорит, да будет свет, и стал свет, и увидел Бог свет, что добро это, и разлучил Бог свет и тьму. Казалось бы, если первенствующим творением Бога является свет, но свет не является самостоятельной субстанцией, он должен от чего-то отражаться и что-то высвечивать. Святые отцы, разрешая это недоумение, говорят, «Изначальный первичный свет сотворен раньше Солнца и Луны и звезд, и он сотворен для праведных и святых, и он был сотворен как первенствующее творение Бога и сокрыт для святых и праведных». Таким образом, Бог обозначил, что он является причиной всего существующего, ибо Бог творит из небытия в бытие, и он есть конечная цель нашего существования, дабы во свете его мы узрили свет. «И сказал Бог, да будет свет, и стал свет, увидел Бог свет, что добро это, и разлучил Бог свет и тьму». Разлучение света и тьмы – это обычно указывает на отделение злых ангелов от добрых, когда происходит размежевание действием уже архангела Божия Михаила. Вы спросите, а когда же Бог сотворил ангелов? Сказано, «Искони сотвори Бог небо и землю». Отцы поясняют, небо – мир невидимый, землю – мир видимый, физически и материальный. Мир невидимый – это мир духов, ангелов Божиих, среди которых произошло размежевание на добрых и злых, так что треть ангелов отпали. И древние отцы говорили, что Бог и творит человека для того, чтобы восполнить число отпадших ангелов, поэтому мы святых и называем земными ангелами, небесными человеками. И нарек Бог свет день, а тьму нарек ночь, и был вечер, и было утро день один. И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, и будет разделять воду от воды посредине. «И стало так, и сотворил Бог твердь, и разделил ею Бог посредине между водою, которая стала под твердью, и водою, которая стала над твердью и на рек. Бог твердь небо, и увидел Бог, что добро это, и был вечер, и было утро день второй». Казалось бы, если говорится о втором дне, день второй, то о первом дне надо было бы сказать день первый. Тогда было бы логично день первый, день второй, день третий и так далее. Но о первом дне так не сказано. О первом дне сказано день один. Почему? Имеется в виду, что Бог один сотворил небо и землю, мир видимый и невидимый. И далее мы читаем. «И сказал Бог, да соберется вода, что под небесами, в совокупление единое, и да явится суша. И стало так. И собралась вода, что под небесами, в сонмы свои, и явилась суша. И нарек Бог сушу земля, а составы водные нарек море. И увидел Бог, что добро это, и сказал Бог, да произрастит земля, были травная, сеющая семя, породу и по подобию, и древо плодовитое, творящая плод, семя коего в нем, породу его на земле. И стало так. И изнесла земля, были травные, сеющие семя, породу и по подобию, на земле, и древо плодовитое, творящая плод, семя коего, в нем, породу на земле». Итак, мы видим все, что творит Бог, по своему роду, и эти роды, установленные Богом, они не нарушаются, ибо есть границы между видами и родами, и Бог не одобряет смешение видов и смешение родов. Чему это может нас научить? Тому, что верующие юноши не женятся на неверующих девицах, а верующие девицы не выходят замуж за неверующих юношей. «Ибо всякое творение Божие по роду своему, по семени своему, по образу своему, ибо все творение Божие весьма хорошо». И мы прочитали ранее, и был вечер, и было утро, день второй. А где же ночь? Казалось бы, грамматически правильнее было бы сказать, и был вечер, и была ночь, и было утро, но так не сказано. Почему? Бог не творил зла в этом мире. Бог не творил ночи, тем более нравственной, моральной, ибо все творение Божие хорошо весьма, и творение Божие нету ничего предосудительного. Все чисто, нечистым является только греховное произволение мыслимых существ, ангелов в их падении, те, которые стали бесами, и людей в их грехпадении. Но, как учит Дамаскин, природа ангелов не изменилась после падения их, она осталась доброй, иначе бы вина падала на создание природы, на Бога. Изменилось их свободное произволение. «И увидел Бог, что добро это, и был вечер, и было утро, день третий». Опять мы не видим ночи. «И сказал Бог, да будут светила на тверде небесной освящать землю и разлучать день от ночи, и добудут в знамения и во времена, и в дни, и в лета, добудут для освящения тверде небесной, и чтобы светить на землю». И стало так. «И сотворил Бог два светила великие, светила великая в начаток дня, и светила меньшая в начаток ночи, и звезды. И поставил их Бог на тверде небесной, чтобы святить по земле, и владеть днем и ночью, и разлучать свет от тьмы». Если в начале этой главы мы читали о сотворении духовного света, который является сокрытым для святых и праведных, то здесь говорится о сотворении физических, материальных светил. Но что интересно, когда говорится, что Бог создал Солнце и Луну, то в тексте оригинала говорится о том, что они были равновеликими и Солнце, и Луна. И есть такое предание, что Луна возгордилась своим величием наравне с Солнцем, и за это Бог ее умолил, она уменьшилась в размерах. Но наказывая нас, Господь проявляет и сострадание к нам. И чтобы Луна не отчаялась в своем умолении, как учит эта притча, Бог дал ей в помощь звезды. Действительно, Бог испытывает нас, наказывает нас, когда всегда промышляет о нашем благе, благополучии и спасении. И далее. И увидел Бог, что добро это, и был вечер, и было утро, день четвертый. «И сказал Бог, да изведут воды», то есть Господь наделил воду некой силой, «да изведут воды гадов, души живые и птиц, летающих над землею по тверде небесной». Библия обозначает небесный свод как твердь. И действительно, ученые знают о том, что небесный свод нашей планеты как броня. Если какой-нибудь космический камень врывается в пространство небесного свода, он, как правило, сгорает. Только огромный объект может уже в умаленном состоянии достичь земли. «Ибо небесный свод это как щит, как настоящая твердь, оберегающая верных». «И сказал Бог, да изведут воды гадов, души живые и птиц, летающих над землею по тверде небесной. И стало так, и сотворил Бог китов великих и всякую душу животных, гадов, которых извели воды по роду их и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, что добро это. И благословил Бог глаголе «раститеся и множитеся и наполняйте воды в морях, и птицы, да, умножатся на земле». И был вечер, и было утро, день пятый. Мы видим, что Господь благословляет свое творение. Бог промышляет не только о людях, живущих на земле, я имею в виду верующих. Он проявляет свою заботу и о неверующих людях, живущих на земле. Бог проявляет заботу не только о людях, но и о птицах небесных и о зверях полевых и о скоте. О всяком творении Бог промышляет, ибо создав мир, Создатель не устранился от управления этим миром. «И сказал Бог, да изведет земля душу живую породу четвероногих и гадов и зверей земли, и скот и всех гадов земли породу их, и стало так, и сотворил Бог зверей породу их, и увидел Бог, что добро это». Здесь мы видим, что мир животных, скотов, гадов, диких зверей творится породу их. Этим самым Бог как бы делает границы между разными видами, чтобы не происходило смешение. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию». О чем это? И почему человек творится последним? Это связано с тем, что человек есть венец Божьего творения. Человек будет поставлен царем над землею. Иоанн Дамаскин учит, что некогда земным чином управлял Люцифер, сатана и дьявол до своего выпадания из духовного мира. Но когда он возгордился и пал, он потерял власть над землею. И Бог сотворил человека и поставил его над чином земным, покорив ему все. Если царь прибывает в какую-то страну, то для царя строят дворец, чтобы он вошел в этот дворец и жил. Так Бог проявляет заботу об первом человеке, Адаме. Он создает мир со всеми его красотами, видами и подобиями. И последним творит человека, чтобы ввести его в сладость этой жизни. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию. И да обладает рыбами морскими, птицами небесными, зверями и скотом, и всею землею, и всеми гадами, присмыкающимися по земле. Вы видите, друзья, братья и сестры, Бог творит человека владыкой и да обладает. Человек есть обладающий и господствующий над миром природы. Но это не значит, что у человека должно быть потребительское отношение к миру природы. В священном апокалипсисе Иоанна Богослова сказано, что Бог погубит губивших землю. Что это значит? Бог накажет тех, которые неправильно обращались с землей. Поэтому проблемы экологии, это нравственно-моральные проблемы, это проблемы, связанные с безрелигиозностью, когда у людей безответственное отношение к миру природы. А все милости Господни мы должны считать и оберегать. Помните, когда Христос Иисус делал насыщение людей хлебами немногими, Он всегда велел собрать оставшиеся и подсчитывали сколько коробов. Это научает нас дорожить каждой милостью Создателя и бережно относиться к ней. Как этот дом, в котором мы живем, наша планета Земля, есть дар Бога, и мы не можем беспечно потребительски относиться к этой Земле. И сотворил Бог человека по образу Божию, сотворил его, мужа и жену сотворил их. И в лицевом летописном своде мы видим изображение Христа, логоса, слова, который творит первых людей. человек это существо, собеседующее с Богом. Поэтому по отношению к нему у Бога особое есть слово наставления, и таковым словом является библейское откровение по преимуществу. И благословил их Бог, то есть мужчину и женщину, глаголя растите и множитеся и наполните землю и обладайте ею, и обладайте рыбами морскими и птицами небесными и всем скотом и всею землею и всеми гадами присмыкающимися по земле. И сказал Бог, вот дал вам всякую траву семеную, сеющую семя, которое покрывает всю землю, всякое древо, что имеет в себе плод семенем, вам будет вснеть и всем зверям земным, и всем птицам небесным, и всякому гаду присмыкающемуся по земле, который имеет душу животную и всякую траву зеленую вснеть и стало так. господь не только сотворил человека, он позаботился о его пропитании, и мы видим, что изначально и люди, и звери, все животные пребывали в посте, то есть они не вкушали ничего скоромного, они вкушали только зелень, господь так и сказал, дал вам всякую траву семеную, сеющую семя, которая покрывает всю землю, и всякое древо, чтобы иметь себе плод семенем, вам будет вснеть. И когда святая церковь совершает в течение года четыре поста, четыре поста, это как четыре реки, которые омывали рай сладости. Четыре поста, они защищают душу и благодать в сердце нашем, ибо если мы не постимся, дьявол проникает в нашу душу и рушит ее, как Христос говорил, сей род, то есть бесовский, изгоняется постом и молитвой. Поэтому когда мы в состоянии поста, мы возвращаемся в рай сладости, и как Адам и Ева, и как звери и животные не вкушаем ничего скоромного в снедь, а токма только вкушаем произведенное от семян и зелени. Окончив сотворение мира для человека, и сотворив человека, мы читаем, и увидел Бог все, сколько сотворил, и вот все это очень хорошо, и был вечер, и было утро, день шестой. Так оканчивается чтение этого текста библейского книги Бытия по Геннадьевской Библии 1499 года в современном русском переводе. Будем живы, Господь позволит, в следующий раз продолжим наши уроки по этому священному тексту. Геннадьевской Геннадьевской Геннадьевской